Добрый день, уважаемые читатели сайта DCNT.ру. Мы сегодня на выставке с ПиАС-Экспо.ком. И вот компания Логический Элемент предлагает очень интересное решение. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Михаил Кулигин, компания Логический Элемент, генеральный директор. Расскажите, что за решение вы предлагаете для телекомовской отрасли новое? Наше решение родилось в свете закона об энергосбережении и в свете необходимости повышения эффективности работы и надежности систем светограждения матч-операторов связи, протосвязи. Понятно. То есть операторы связи сейчас обеспокоены вообще потреблением электроэнергии или сокращением? Безусловно, сокращение затрат на электроэнергию – это одна из ключевых задач для любого предприятия России, не только для операторов связи. Ну, есть разные предприятия. Но при этом у нас не забываем, что есть необходимость и регулируемых законодательством о светограждении матч-операторов. И очень важно при этом использовать надежное решение, которое отвечает, во-первых, требованиям закона, во-вторых, высокой степени надежности. Что мы представляем под надежностью? Во-первых, это использование, обратите внимание на эту картинку, нескольких линий светограждения, при которой, безусловно, если одна из них выходит из строя, то другая работает и на всех уровнях. Это то, что касается надежности. Также, безусловно, система должна быть запитана от светограждения матч-лампы, должна быть запитана от системы бесперебойного электропитания, которые включают в себя аккумуляторные батареи. На постоянном токе или на переменном – это уже, собственно говоря, конкретная реализация. На сегодняшний момент некоторые операторы связи для того, чтобы запитывать вот эти вот светосигнальные огни, используют либо дополнительную систему электропитания, устанавливания на базу станции, которая занимает место и стоит очень много денег, либо они используют инверторные системы, устанавливаемые в штатной электропитающей установке 48 вольт. Ну, то есть переменный ток, да? Переменный ток. Соответственно, и лампы используют на переменный ток. Что в этом случае, что в этом решении не очень нам нравится? Во-первых, стоимость инвертора, она высока. Во-вторых, лампы 220 вольт во многих регионах России очень популярны. Их просто-напросто крадут. Скручивают? Их просто скручивают. Ничего себе, неужели еще на лампы денег не хватает в регионах? Поэтому очень важно, во-первых, использовать, на наш взгляд, систему 48 вольт. И также системы светограждения мачт неразборные, в которых отсутствует соколь Е27, как здесь. Либо, если он используется с соколем Е27, то лампы на 48 вольт, они, в принципе, не применимы в хозяйстве. Это, безусловно, светодиодные источники света с минимальным энергопотреблением. Понятно. При этом срок жизни данных светодиодных ламп в десятки раз превышает обычные лампы, а потребление в десятки раз меньше. У вас на стейде освещение какое? В данном случае это экспозиция, это освещение, стандартное освещение данной экспозиции, и поэтому здесь лампы накаливания используются. У меня на стейде такой свет, освещенный светодиодами, потребляет всего 800 ватт. Я с вами согласен. Спасибо. Ну, это не наша задача была. Понятно. Дело в том, что помимо того, что мы используем 48 вольт лампы, наша задача еще при этом сохранить работоспособность базовой станции и трансмиссионного оборудования. Это либо система оптической передачи данных, либо же это радиорелейная связь. Расспособность их при использовании питания с той же самой электропитающей установки. Значит, для этого мы должны использовать с вами некое решение, которое бы защищало нас от импульсных помех и перенапряжений. Беусловно, более эффективным будет использование двухступенчатой защиты второго и третьего классов, которые реализация, например, только вот отображена на рисунке. При этом мы с вами убиваем двух зайцев. Первый – это мы используем 48 ламп и используем существующую ЭПУ. Это где-то приблизительно на 50%, точнее, прошу прощения, в два раза дешевле, чем использовать инвертор. Понятно. Дополнительно к этому наше решение подразумевает не только защиту, но и постоянный контроль состояния светодиодных ламп. Модуль УКПТ ЗОМ, что расшифровывается как устройство контроля потребления тока, в режиме реального времени контролирует ток, протекающий в линии. В случае падения его выдает аварийную сигнализацию. А если КЗ, например, будет? Короткое замыкание. От короткого замыкания нас защищает устойчивость защиты цепей питания, которая переводит, соответственно, тут тоже выдает аварийный сигнал. И импульсные помехи. Продемонстрирую вам работу этой системы. Импульсные помехи – это от молнии, которая возникает при напряжении. Молния защита от прямого попадания, либо наводки, связанные с попаданием рядом. Что происходит при перегорании светодиодных ламп или же при выходе из строя одной из ламп? Мы видим, что устройство контроля потребления тока сгенерировало замыкание сухого контакта, который в свою очередь через реле подключен на сигнализацию, на помещение для информативности. Это может быть интегрировано в систему управления базовой станции, в систему мониторинга. То есть таким образом свинтить лампочку просто так не удастся? Не свинтить, не... Безусловно, для контроля всех перечисленных проблем, в том числе и воровства. Это уникальная... Это российская разработка? Это российская разработка. И уникальность ее заключается в том, что это полностью аналоговое устройство. То есть собрано на аналоговых элементах, соответственно, исключает из себя цифровую технику как таковую, является более надежным. Ну, то есть наводок нету, то есть она менее подвержена наводкам, да? Безусловно, и срок службы выше, и стоимость ниже. Понятно. У нас оно производится в трех видах. В видах, да, как, собственно говоря, отдельный щиточек, где на один рейк устанавливаются оба данных устройства, как с классом защиты IP56 или IP54, на один канал или на два канала, ну и стоечное рейковое исполнение на два канала с возможностью питания устройства от двух независимых линий с возможностью установки внутрь АВР опциональной. А, понятно. То есть есть там переключатели, да? Да. Данное решение уже применяется в компании Мегафон. Уже есть, да? То есть реализовано, да. И на сегодняшний момент проходит опробирование у других операторов связи. Михаил, спасибо большое. Удачи в вашей компании. Спасибо вам.